Здравствуйте, друзья! Вот она, зрели кумкваты. Время собирать кумкваты. У меня обычно все время какая-то история со сбором урожая не очень хорошая, поэтому я не очень люблю выращивать еду. Объясню. Мне больше приятен сам процесс выращивания еды, чем потом ее. Это же надо ее собрать, скормить. Все отказываются, переработать. Это вообще большая вторая работа, типа на кухне, типа поваром, которую я вообще прямо не люблю. Я люблю выращивать. Ну вот и да, в таком же варианте стояли мои кумкваты. Сейчас март месяц. Очень повезло. Они зацвели в октябре. Нет, в конце сентября. Всю зиму зрели. И сейчас наконец созрели. И я как-то вот индифферентно на это все смотрела. Думаю, да, надо собрать. И самое главное, что мне нужно было собрать, чтобы потом обрызгать сад ядохимикатами после зимы. Ну, в общем, оттягивала, оттягивала. Сначала мне соседка сказала, Таня, у вас такие кумкваты. Я так люблю кумкваты. Вы меня угостите. А, ну ладно. Потом у меня подружка была в гостях тоже. Ой, я тут сгоняла. У тебя кумкватов это сорвало. Так классно, так классно. Ну, в общем, что. Собираем кумкваты. Хорошо, что есть кому подарить. Все, что останется, сварю вареньку тогда. Кстати, в магазинах кумкваты очень дорогие. И я все не могла понять, почему. Потому что дерево, ну все кумкватное. Ну вот оно прям все сыпано кумкватами. Почему дорого? Понять не могу. Вот. Но я это связывала с тем, что само дерево очень медленно растет, очень маленькое. Ну, а маленькое дерево мало плодов. Это естественно. Потому что вот кумкват дерево, да, и с ним рядом вот растут мандарины. Они все одного возраста. Ну вот какие огромные мандарины и какой маленький кумкват. А еще есть вот такая засада, что когда их срываешь, у них плодоножка очень крепко держится. А для того, чтобы они хранились, ну вот именно коммерческое использование, да, нужно, чтобы они были с плодоножкой. И поэтому их приходится каждый срезать, что ли. А это получается, что в процессе уборки урожая получается, что, ну, увеличивается его цена, потому что увеличиваются затраты на сбор урожая. Ну, нам никуда хранить не надо. Мы все едим свеже, с дерева. Так что это ничего срезать не буду. Так сорву и начну дарить. Ура! Дарить подарки. И вот я, простая русская баба, сижу и перебираю кумкваты. Знала ли я, родившись в Новосибирске и вырасти, родившись и выросши в Новосибирске, и проведя в нем самую, ну, большую часть жизни, причем еще, ну, и при социализме, родившись-то, что вот так вот, этим я закончу свой бренный путь, даже подумать не могла, потому что парадигма была, где родился, там и пригодился. Но так вот нет. Если бы я осталась в Новосибирске, там тоже хорошо, все здорово. Но просто в это время я бы еще там грибла снег. А, да, отгребала от дома дачи. Да-да-да, чтобы потом добраться до теплицы, скинуть снег с крыши теплицы и в теплице посеять первую зелень. Ну, да. А вот, ну, а мы тут волей и судей перебираем кумкваты. Итак, самые крупные, вот самые крупные, я на подарки и раздать. Вот это вот будет подарочек у моей подружки, которая у меня была, и кумквата, вот ей понравились. У меня день рождения, я приготовила подарок, купила два, во-первых, красивых чая, ну, там парфюм какой-то, и вот хочу, ну, типа, лучший подарок своими руками кумкватов набрать. Также вот соседям мешочек сейчас тоже буду набирать, а остальное пойдет на варенье. Варенье хочу сварить, сделать как цукаты, выловить их, ну, в смысле, отварить, буду резать, наверное, пополам, сделать цукаты и отдельно оставить цукаты, и отдельно оставить, как бы, сам сироп, потому что мы часто мешаем коктейли, еще что-то, сироп пригодится. На дальнем плане мой муж ремонтирует, сломался сучкорез, это ужасно, в смысле, измельчитель дерева, ну, в смысле, сучков, без него, как без рук. Я хочу показать, кстати, вот я разрезала один кумкватик, как он выглядит внутри. Вот почему-то в нем много костей, косточек много. Придется, когда вот буду делать варенье, буду разрезать пополам и убирать эти кости. Вообще вкусный, я попробовала. У него сладкая корочка и кислая мякоть. Кстати, те, кто хотят выращивать кумквата у себя дома, у него есть одна очень неприятная особенность. Бывают вот времена, когда он полностью скидывает листья и стоит просто голый. У меня такое было, он у меня рос в горшке, на террасе, ну, да, вот прям даже где-то вот там вот он у меня и стоял. Потом я его заносила на зиму в дом, он у меня скинул все листья, я его выставила на улицу, он начал обрастать. Так что у него и на улице бывает, он бывает иногда скидывает листья. И поэтому он выглядит очень неэстетично, ну, как-то убогонько и некрасиво. Имейте в виду, но он потом отрастает, он потом отрастает. Ну, вот есть такая неприятная особенность. Так что, если захотите дома заводить кумкват, в принципе, прикольно, но знайте, что такое может быть. И не бойтесь.